коллеги я вас приветствую сегодня у нас теория будем говорить про роутинг про маршрутизацию на основе spd.net core в приложениях в частности мы погрузимся в контроллеры как можно построить маршруты хочу с вами поделиться своим опытом и в общем-то говорить некоторые аспекты разработки от этих роутов которые я надеюсь в дальнейшем помогут вам в общем-то избежать больших проблем будут некоторые интересные штуки я надеюсь что они будут интересными так давайте посмотрим что у нас обозначает слово роутинг в общем маршрутизация как вы понимаете достаточно интересная и на самом деле очень важная часть программы на основе того как вы построите процесс который будет передавать значение пользователей сквари ваши контроллеры ну в частности мы будем говорить про контроллеры давайте переключим на следующий слайд в общем-то понимаете что как только вы начинаете строить роуты вы так или иначе формируете систему передачи запросов пользователя ваши методы я на самом деле все пытаюсь упростить и утрировать но грубо говоря это как раз звучит именно таким образом так или иначе пользователи которые будут тыкать какие-то кнопки но я и будут передавать в ваш ваше приложение какие-то данные брать из него эти данные и складывать то есть другими словами вы вот этими роутами формируете ну если так можно выразиться экосистему вашего приложения если говорить про архитектуру приложения то здесь нужно понимать что это на самом деле достаточно важный вопрос которому нужно подойти с чувством с толком с расстановка если хотите вам нужно создать такой интерфейс то есть такие пути такие роуты такие маршруты по которым будут отправляться к вам запросы чтобы она не ломала такой называемую domain driven дизайн архитектуру или clean architecture в общем нужно в концепции того как ваш система будет работать с другими сторонними сервисами или с другими приложениями или вообще это будет открытые 5 когда будут пользователи ходить и и гадить в общем вот это очень на самом деле важный вопрос и нужно понимать как это делается для примера в общем то можно привести другие сайты другие сторонние разработки которые реализованы в открытом виде существуют можете примером посмотреть как они строятся это будет на самом деле интересно я же хочу перейти конкретному примеру на текущий момент мне кажется это будет актуально и речь придет вот про что давайте предположим что у нас есть какая-то компания называется там солнышко я не знаю у нее есть склад и на этом складе есть разные товары которые разные автомобили с использованием разных аудиторов то есть водителей которые на этих автомобилях сидят развозят разные товары в общем-то и собирают допустим разные товары неважно какие в общем такая вот задача ну и автомобили бывают разного вида там я не знаю паровозы велосипеды пароходы я не знаю грузовики и вот такого примерно приложения такой вот api нужно выложить наружу чтобы пользователи смогли ну давайте так чтобы не просто пользователи а клиенты наши допустим компании компании солнышко и которые в общем то могут использовать этот api могли каким-то образом делать запросы в нашу систему и в общем чтобы это все заработало нужно каким-то образом создать составить api и выложить его наружу и так первый вопрос какое количество контроллеров у вас должно быть сколько бы сделали вы количество контроллеров я на секундочку задержусь вы дали ответ запомните его давайте переключу на следующий слайд я предположу что вы сказали что у вас должно быть четыре контроллера на самом деле этот вариант тоже будет работать но в дальнейшем возможны некоторые проблемы с которыми обычно сталкивается разработчики через определенное количество лет которые приходят к тому чтобы доработать какое-то существующее предложение я вам скажу что по правилам построения ddd по теоретически их должно быть два почему давайте разбираться итак у нас есть управление складами и есть простой пост вархаус с это мы создаем какой-то склад с какими-то параметрами метод get по правилам api возвращает все склады метод get с идентификатором но я напомню что у нас идентификаторы это гвит поэтому такие длинные если выберите int это будет гораздо проще интереснее вообще теоретически вы можете использовать какие-то и коды склада что было бы на самом деле проще для разработчиков проще для пользователей этих api но я пока сделаю что это будет будет чтобы максимально приблизить его текущей картине итак у нас get вархаус с идентификатором на самом деле всего лишь навсего получит конкретный вархаус по идентификатору put соответственно с определенным body в контексте на самом деле должен какие-то изменения внести в этот конкретный вархаус и делит вархаус со слэшом идентификатор как раз удалить тот самый вархаус то есть это принцип построения restful приложения есть get post put есть еще кстати патч но это там другая немножко история на работать немножко по-другому но в общем вот такой вот подход можно использовать для реализации и так здесь на самом деле все просто поехали дальше есть у нас транспорт и для этого мы сделаем vehicle types и это все будет работать абсолютно по такому же принципу мы можем получить все можем получить по идентификатору можем обновление какое-то сделать и удалить по идентификатору тут на самом деле на мой взгляд никаких проблем нету все это ровненько и красивенько смотрится но теперь давайте посмотрим как мы должны сделать управление транспортом и делается на следующим образом смотрите во первых у вас в get появляется вархаус и после идентификатора потому что мы будем работать с конкретным складом с его виками мы получаем в этом варианте все веку то есть все все транспортные средства таким же образом мы получаем get vehicle по идентификатору дальше вархаус мы можем обновить какой-то vehicle в общем ключевой момент в том что здесь в данном контексте у нас веклы не могут быть не привязаны конкретному складу то есть если мы сделаем контроллер который будет работать на для веклов по образу get push под delete то это будет означать что vehicle самостоятельная единица а это неправда потому что при создании векла вы должны установить этот самый идентификатор привязки к вархаусу ну смотрите опять же если быть до конца честным то можно архитектуру построить таким образом что веклы могут валяться без привязки к складу то есть warehouse id если помните схему то там его можно поставить nullable и в общем концепция меняется мы сейчас имеем ввиду речь мы ведем речь про то что vehicle у нас не может быть не привязан складу и вот этот вот четкое построение маршрута как раз говорит о том что это именно так и может быть как вы помните все что прописывается в road но обязательно для заполнения иначе road будет невалидным поэтому я просто построением вот этого роута гарантирую что у меня веклы будут привязаны к вархаусу с идентификатором 4 е ой е 4 1 0 1 до того то есть я уже жестко привязываю архитектуру к тому что если road был неправильный то у меня веклы не отобразятся не сохраняться не обновляться и так далее что же касается аудиторов ну я не буду скрывать я сразу покажу все опс здесь на самом деле все то же самое все аудиторы ну тут драйверы то есть водители этих самых транспортных средств те которые развозят или забирают товары они работают по такому же принципу и здесь тоже все понятно что каждый аудитор привязан конкретному складу и не может быть в общем то перемещен и в другой ис Cox нет перемещен другой склад может оставаться без склада нельзя то есть таким образом архитектура строить архитектуру таких ротов да то есть архитектура масштабы меньше возьмем архитектуру то есть rowing строить таким образом что обязательно указать идентификатор этого склада для этого аудитора или в общем то этого веикла ну а теперь на самом деле самое сложное, то есть если в первой части там было на самом деле по простому все, то здесь немножко по другому, и так допустим у нас есть веиклы и нам нужно сделать фильтрацию по их типу, то есть я хочу получить веиклы определенного типа, здесь включается тот самый query который просто может указать параметр vehicle type равен tracks ну или допустим там можно использовать через запятую когда нам нужно выбрать несколько типов и это в общем-то уже на стороне разработки, то есть вы получаете строку track, bass, motorcycle, а внутри ее метода парсити и в общем-то выбираете именно те, встроите фильтры выбирайте только те веиклы которые вам нужны, другим вариантом вы можете поставить другой тип строки, через палочку например обозначающий or да, то есть или 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 ну это уже как бы структура и архитектура вашего приложения, которое будет работать по тому принципу, который вы нарисуете, это уже в общем-то на вашей совести другими словами, можно еще сделать более сложный вариант, но на мой взгляд более гибкий, например указать vehicle type 10.23 что это такое? или там vehicle type 511 опять же повторю вопрос, что это такое? если вы сделаете вот такое вот и нам поставите атрибут флаг то у вас можно будет указывать на основании флагов помните, да, побитогое сложение то есть если я выберу ну смотрите, вот таким вот образом давайте вот так вот нарисуем если я выбираю вот такой вот выбор и сложу их, то у меня это будет число 123 если я допустим выберу только трак и до педестриона то у меня будет 51 в общем это побитого операции я могу любым набором, то есть выбрать вот этот, вот этот, вот этот сделать побитогое сложение подставить это число куда-то вот сюда для этого параметра и я выберу только те в общем это более такой интересный на мой взгляд вариант но дополнительной обработки естественно потребуется ну и давайте теперь дальше продолжим ну и как вы понимаете все это можно сделать то есть можно query string принести в road тем самым подтвердив обязательность этого параметра то есть slash track ну это уже на тот случай если вам нужно всегда обязательно получать какой-то vehicle типа то есть все vehicle какого-то типа то есть нельзя получать vehicle всех типов и в данном варианте можно указать все перечисления но это мне кажется уже будет излишне но тем не менее так можно сделать опять же если требует ваше собственно говоря тз ваша задача в общем-то построена на этом тогда придется сделать так ну что наверное все мне больше рассказать вам нечего единственное что я хотел показать в этом видео это то что можно сделать одну и ту же задачу разными способами и если вы к себе на службу поставите определенные возможности которые есть в SPD.NET Core в частности в API то вам будет проще реализовать какие-то задачи то есть если обязательный параметр то запихните его в Rode если параметр необязательный то в QueryString я этим пользуюсь это удобно это работает это уже на самом деле как бы говорит о том что вы понимаете концепцию например агрегатов если говорить про DDD то есть если говорить опять же про концепцию агрегатов то Warhouse у нас первичная главная сущность а допустим аудиторы или Vehicle они уже как бы вторичные я опять же пытаюсь все это утрировать то есть максимально упростить ни Vehicle ни в общем аудиторы без склада не существует если вы заложите это прямо в архитектуру то есть в роутинг то будет вам гораздо проще это контролировать то есть если пользователь отправит запрос где нету какого-то идентификатора склада то он просто не получит то что он хочет и это на самом деле решает в некоторых моментах очень серьезные проблемы то есть изначально построить правильно роуты означает наложить ограничения на использование вашей системы или в общем-то наоборот можно добавить какие-то фишечки ну в общем это уже как бы тема для другого видео я вас прошу в общем-то подписаться как обычно это делается нажмите обязательно колокольчик ну и в общем я с вами прощаюсь всего доброго и пишите правильный код прощаюсь по-руссу-это по-руссу-это Продолжение следует...